Игра походила с огромным игровым территориальным преимуществом команды «Факел». Очень сложно играть, взламывать в позиционной атаке ту оборону, которую выстроила практически на линии своей штрафной 10 человек. Поэтому здесь важен был фактор гола. Те моменты, которые у нас были, были, не реализовали. Три момента, которые реально должны заканчиваться за диваном «Факел». Поэтому сложная игра, команда, которая не играет в футбол, она просто отмахивается и защищается все в 10 человек. Коллеги, вопросы? Сегодня Шелест, который давал прогнозы на этот тур, и «Спортэкспресс», который я представляю, дали 3-0 в вашу пользу. Ну вот вы сказали эту причину, но не главная же эта причина. Есть же против, вы опытный тренер, против такой обороны, есть противоядие. Противоядие одно. Нужно было забить один мяч, один мяч. Забивается мяч, команда открывается, все. И тогда был, наверное, тот человек, который Шелест предсказал. В первом таймере лов забивает, в первом таймере забивает Бирюков, во втором Бирюков выход один на один. И совсем другая картина была. Сложная игра, сложные погодные условия. Могли выиграть, мы могли проиграть. Но в целом считаю, что это очко для нас, это приобретение в данной ситуации. Коллеги, вопросы? Игорь Владимирович, не удается нам прервать вот эти две серии. Больше одного мяча не можем забить, и выиграть уже давно. Ну и, в принципе, четыре очка из восемнадцати как-то маловато, хотя понятно, что последний игр из... Какие четыре очка из восемнадцати, из каких восемнадцати? Ну, вот с вашим приходом... Вы не считаете первую игру, это не мой приход, потому что я первую игру поехал в Хабаровск в качестве... Мы сыграли при моем приходе, сыграли пять игр, набрали четыре очка сейчас. Ну, вот как вы из этого положения выйдете? В чем причина? Причина из положения какого? Ну, прервать вот эти серии и победить хотя бы уже? Ну, вы знаете, что мы тоже хотим этого, может, больше всех, и понимаем вашу озабоченность. Но я просто как тренер еще раз, мы, допустим, не победили здесь, не победили в Кубани, но я вижу, что идет прогресс в организации игры команды. И люди, которые... Мы на всякий случай сегодня играли без трех ведущих футболистов. Отсутствовали Сердюк, отсутствовала Сухана, отсутствовала Зима. И это никак не сказалось на боеспособности коллектива. Это говорит о том, что в команде появляются внутренние резервы, которые... Я как тренер, я говорил тогда и сейчас, говорю, использую, и мы... Решим те задачи, которые стоят перед командой. Как вы считаете, сложнейшая обстановка, которая будет, начало второго круга и пять игр, когда вы... Это же вообще все. Вы сейчас говорите так, вы как настоящий мечтатель. Вы говорите о том, что когда пять игр... У меня сейчас есть игра с соколом. Я не знаю даже, о каких пяти играх вы говорите. Мы идем... Мы идем... И вы слишком далеко. У нас есть еще игра с соколом. У нас есть игра домашняя. Мы играем в Тюмени. У нас игры... Я сейчас даже об этом говорить не готов. Что говорит? У нас каждая игра для нас должна пополняться в дальнем плане уверенности и очков, созданием качества игры и движением вверх по турнирной таблице. А то, что будет потом... Какая разница, что на выезде, что дома дают в три очках. Выезд или дома. Это не столь важно. Я просто свою точку зрения, чтобы вы понимали мою позицию, я вам предлагаю. Ну хорошо, вы бы вы с ним потеряли все. Потому что я считаю, что тренер должен проживать и в русскоманде. Он не должен сидеть в Муму, там сидеть, а потому что должен проживать. Это тоже дополнительная энергетика, которая... Это я так считаю. Может у каждого свой стиль. Но я... Вы меня уже немножко знаете, я вот такой... Ну это на пользу шло. Конечно, что все... А вы абсолютно правы. Все, что делает тренер команды, я должен прежде всего идти на пользу. Это самое главное. Игорь Владимирович, сегодня он давал прогноз на ту шелест, и он нашу Балтику похоронил там. Возможно, не прочтите, потому что сегодня вам не до того было. Он сказал, что Балтика обречена. Поэтому все остальное, так сказать, перспективу нет. И что от меня сейчас нужно? Ну, вы эту шелест-то хоть знаете? В общем-то нет. В общем-то нет. В общем-то нет. В общем-то нет. У меня уверенность есть футболистов, которые здесь есть. В их желании сейчас реабилитироваться, я это вижу. Есть уверенность в том, что руководство клуба тоже делает все возможное, чтобы это было нормально. Мы должны, прежде всего, еще раз повторюсь, мы должны, как профессионалы в команде, сделать все из себя зависящее, чтобы выжить максимум. Несмотря ни на что. Субтитры создавал DimaTorzok